Тренировочные сборы проходят благодаря официальному организатору семинара клубу Осинкан. Для молодых спортсменов при Ессенсея – большая удача. Не часто удается получить уроки техники древнейшего японского стиля боевых искусств от обладателя шестого Дана. Данный сбор будет идти 7 дней. За эти 7 дней дети получат максимум положительных эмоций, научатся у японца и правильному поведению в зале, и правильным техникам, и познакомиться, самое главное, друг с другом. Как и в большинстве других видов боевых искусств, в Айкидо существует традиционная система разрядов – ученические степени Q и мастерские Даны. Примерно оценить, какой уровень у Айкидоки можно по цвету его пояса. У начинающих учеников пояс всегда белый. Далее идут желтый, оранжевый, зеленый, синий, коричневый – уровень Q. Обладатели Данов носят пояса черного цвета. Десятилетний Михаил Книгин приехал на семинар из Москвы. Занимается Айкидо уже пятый год. Имеет оранжевый пояс. Каждым разом, когда мы сдаем экзамен, мы получаем какой-нибудь пояс. То есть, когда мы сдаем на первый экзамен, то мы получаем желтый пояс, и он длится два года. То есть, следующий экзамен мы не меняем пояс. После желтого идет оранжевый, и он у меня уже второй, я буду сдавать на зеленый. Ивану Подоприхину из Ульяновска 11 лет. Айкидо занимается два года. Участие в тренировках семинара помогло улучшить технику приемов. Занятия мне дают много чего, а прежде всего здоровье. Я помню, я как-то заболел, а потом, ну, многим кажется, это неправильно идти в болезнь на тренировку. А я вот сходил, и мне самому стало легче. Каждый прием японский мастер показывал несколько раз. Затем в спарринговой работе корректировал и подробнее объяснял суть применяемой техники. Айкидо акцентируется на слиянии с атакой противника и перенаправлении энергии атакующего. В дополнение к физическим техникам и тренировкам, айкидо придает особое значение тренировкам сознания, управляемого расслабления и развития духа и силы. Вот такие сборы проводятся, это больше не обучение детей, а обучение инструкторов методикам преподавания детям разного возраста. Особенно, когда группа бывает достаточно разнообразной и по возрасту, и по уровню подготовки. Плюс, ну, понятно, что здесь собраны группы из разных городов, поэтому они друг от друга отличаются. Уметь проводить занятия для таких групп – это задача любого тренера. Этот сбор посвятили подготовке к юношеским играм, которые пройдут в Анапе в сентябре. Алина Гумерова, Максим Лагоша, Анапа-регион.